и всем привет с вами я леонид и мы сегодня продолжаем играть в освобождении мира и это восьмой или седьмой день записи этой игры я знаю что не выходили нет по моему несколько дней видео по этой игры из того что не мог вчера я хотел заснять видео но не успел потому что днем у меня шумели соседи ремонт скорее всего делали а вечером меня были просто гости из-за этого не получилось а позавчера у меня не было времени я сейчас буду скорее всего быстро проходить все задания чтобы не отставать так то по графику моему холл говорит командиры кое-какие герои вызвались помочь вам в сражении испытайте их в бою и решить стоит ли принимать их в свои ряды калин это лучница навыки первая навыка лесные капканы эти капканы оглушают чудовищ второй навык пронзающий свет позволяет калин обрушать скрытых врагов и третье солнечные стрелы периодически выпускают шквала стрелы прожащие врагов на большом расстоянии я буду ее использовать в кровавом саду я использую все скалагора за место кабинете оса потому что скалагор он исцеляет и он 3 уровня а скалагор он первого уровня и бьет по-моему по одной цели на расстоянии поэтому я лучше возьму бойца который может исцелять воинов других и который третьего уровня чем 1 я уже вступил в новый альянс альянс новый клана в клэш рояле в в этой в этом видео я не покажу хотя могу не стану потому что сейчас буду записывать видео по клэш роялю и либо прошлое видео выше там я показывал то ли в этом будет буду показывать я не помню уже потому что когда записывал то у меня были гости я просто быстро записывал потому что не было времени на это какого горит командира радостного вас видеть вы очень кстати на стороне чудовищ сражаются верховные варги ланс говорит верховные варги не подчиняется никому страну что они захотели даже не то что захотели и мы стали помогать и это мы проходили я не знаю почему не опять его дали это задание но я его проходил я помню калин легкая броня большой урон универсальный герой калий на звезда цвет элитно-лесничная золотолистья избрана воительница эльфийского бога солнца несмотря на молодость на ней лежит огромная ответственность насколько я помню то никто не может за за дорогу выйти из врагов поэтому я поставлю к сюда все-таки и и пусть она будет убивать врагов сюда поставили от казарну пехоты и прикачаю их сразу чтобы они были довольно сильные сюда поставлю башню пушки а сюда башни магии и и выпускаем волну и как мы видим все таки могут а вражеские войны бить ее но чтобы они ее били это нужно чтобы именно стрелки были а стрелки там не выходит они не очень часто выходят на бой поэтому я особо и не переживаю по этому поводу новый боятся верховные варки без брони обычно передвигаются группами слабы против пушечных башен самые старые массивные варки выделяются они естественным цветом меха будьте осторожны они не только гража это гражающие лают но и больно кусаются генерал хохолк если это они выходят все таки то они какие-то слабенькие потому что я чет быстро выношу меня вот это довольно сильно удивляет я поставлю все таки это вот прокачивание до конца и пусть у меня будет все таки героя хорошо прокачивать ой герой башни у меня хорошо прокачано сейчас тут нужно места расчистить и застроить их тут башню лучниц поставлю а вот тут то башни магии поставлю почему башни магия потому что то магии нету вообще поэтому башни магии скала горы исцелят всех моих воинов и не дает никому пройти вот это вот сейчас очень хорошо то что у врага очень много воинов проходит это не очень хорошо и по-моему никто не успел пойти из врагов я на 3 звезды прошел получил 1630 монет и три карты у меня орган три карты и одна башня льда магии неплохие на самом деле карты ну вот этот новый боец которые временными на один час сейчас он прикольно все-таки но блин чтобы его получить нужно купить его толстопуст ой толстопуст толсто сумса говорит кажется вам не помешают такой какие улучшение командир счастью у меня тут найдется кое-что интересное я забыл у меня же есть сундуки еще которые я не открыл вот этот пушка орг пушка очень сильно орган похоже древние оружие которые потому что орган он тоже стрелял сразу по нескольким целям и не сыр и конечно больших расстояние ну ну не маленькие так скажу 600 рублей этот герой стоит а я ее использую сейчас на девятом уровне а здесь она 6 уровня будет так кроме сокрушитель сокрушительные расколы больше такого не церковь важно и интересного тут нету из карт обидно на самом деле открываясь сейчас сундук солдата из него мне падает что падает 6 карта магии башен 1 уровня 3 карты скалагора 4 карты скамена тёса 1 пушка 2 уровня все неплохо а из сундука рыцаря нам выпадают что три карты скалагора одно подкрепление 4 башни магии 4 лучницы 1 уровня 5 башен на пушке 1 уровня эльфийское зрение редкая карта для лучниц 2 карта лучницы 2 уровня и 2 карты скалагора все больше ничего нет я по-моему все таки нет я не могу все таки прокачать себе персонажей ой персонажи башен и башни вот калин у меня девятнадцатый уровень ой девятнадцать девятый уровень от сам прикольная одежда для нее это вот это плюс здесь урон но минус пятна скорость вот это на самом деле куда лучше чем плюс урон но минус минус кп потому что скорость не очень важно если это скорость атаки то тогда проблема будет лан будем дальше сейчас проходить не интересно чё тут осветится галочкой так и не понял чё именно светился ну да ладно бой в пещерах сейчас будем проходить скалин как раз таки девятого уровня что очень быстро конечно получится пройти потому что все таки скалин и это лучница дальнего боя и она 9 уровня имеет способность сразу град стрел пускать неинтересно почему у меня играть сейчас вылетела я никакие кнопки не задевал сам главный она у меня сама вылетела и у меня не получится сверх долго это видео снимать все потому что как вы могли скорее все заметить меня не очень много зарядки осталось я сейчас сам удивлен этому ну да ладно я надеюсь на два боя хватит у меня зарядки до того времени пока не отключится телефон быстрее грузись уже все загрузился ланс говорит командир чудо че заполнили пещеры под деревней к кокол говорит дали сим эти пещеры там даже сокровищ нет к тому же там они словно в капкане ланс говорит раз уж они решили загнать себя в ловушку нужно этим воспользоваться пусть эти пещеры станут их могилой ну правильно лучше льда третьего уровня башни магии поражающие наземные летучие цели высокая скорострельность атаки замедляют врагов сильные против физической брони слабые против магической брони благодаря стараниям инженеров эти кристаллы аквамарин аквамарина могут выпускать и ледяные лучи и замедляющие врагов понятно поставлю я сюда башню магии один бой проведу только обидом прокачаю тут башни поставлю башню ну не башню а казарбу прокачаю ее и поставлю сюда его сюда а ее к сожалению нельзя туда поставить ну да ладно ну отправлю сюда от 34 паука будет вот это из пещеры выйдет и другое количество воинов из других мест так дня пока что идет ну не сферик большой конечно преимущество ну хоть какой-то преимущество использую сейчас прокачку своей башни до луча льда и он сразу бьет то не бьет он не сразу по несколько и по нескольким сразу на расстоянии а бьет только по одной цели и и это как а в клэш рояле луч обычный адской башни вот тут практически тоже самое получается очень жестокий бой сейчас идет не я боюсь все-таки придется подкрепление использовать потому что его не хватает твой его не хватает я не могу справиться с врагом его очень много прокачиваем все казармы и кроме казармы еще прокачиваем другие башни которые нас еще чиним башни не забываем об вот тут прокачиваем башен 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 пушки ее прокачиваем тут ставим башню лучниц прокачиваем эту башню лучниц и радуемся жизни сюда поставлю башню пехоты прокачаю эту башню и буду стоять и выжидать врага и готовить ему отпор нужно вот тут расчистить местность и поставить башню и и отдыхать хотя не я не буду ее так хочу потому что не вижу сейчас смысл ее прокачивать хотя нет на второй бой все-таки зарядки хватит потому что у меня сейчас здесь процентов бой не так долго будет идти потому что этот бой и не так долго шел поэтому и следующий бой не будет долго идти я прошел главу эту скорее всего на 2 звезды глава пройдена и мне должны здесь бриллиантов дать до глава 4 пройдена плюс здесь бриллиантов и просит меня оценить игру пятая глава открыта пятая глава это где у нас перед этим я прокачаю карты которые могу и это луч льда я его качаю и только на 2 ранг смог его повысить к сожалению забираю тут вот и все награды суду до сундука не дойду конечно но хоть что-то получил так где шестнадцать тут уровня понятно хоть живым живыми магическая броня защищает от обычного урона странно хотя строил могут магическую броню пробить какого говорит соберитесь духом командиры мне докладывать что убрала и прибегли к помощи павших скалогор говорит решили натравить на нас наших же мертвецов у них чудовище есть хоть какое-то понятие отчасти какогор будьте она и у них мы бы не воевали скалогор говорит во имя гор значит так а тому и быть мы покороним этих солдат один раз покороним и снова покоронили один раз значит сможем и второй раз их покоронить потому что нету проблем их хранить они не сопротивляются я поставлю здесь до органы пушки стать прокачать быстро и тут один только проход то что меня очень сильно радует нужно ее сюда будет не сюда именно а чуть-чуть сюда отвести потому что у меня она она все-таки лучница и будет бить врага на расстояние и что будет мне давать преимущество перед врагами врагу не будет преимущество новый боец появился паши рыцарь тяжелая броня высокий уровень здоровья слабы против магических башен колдуны убралов они проявляют уважение даже к падшим воинам они воскрес воскрешают наших бойцов и возвращают их на поле боя мы должны помочь им обрести вечный покой ну пока что у нас это удается и покой вечно дать ну это пока что временно недолго будет это скорее всего скалагора пока что удерживает главные позиции и главный а второй вторую линию обороны удерживает хотят да тут никто не дошел но ничего страшного ой не то дело ее нужно обратно вернуть а понятно как эти вот это действует я неправильно использовал ее ее заклинание это вообще не так делается понял ошибался значит ничего страшного с кем не бывает раз я ошибался тот нужно будет свои ошибки исправлять потому что все таки мои ошибки есть доставим потом убираем и там россии не появляется это вот так делается на самом деле а я не так делал вот это сам плохой на самом блин опять не так делал второй раз знаю что я неправильно делаю я опять так же делаю чё за привычку мне я не знаю почему я так опять делал но скорее всего это из-за привычки и мы уже волнует прошли принципе я могу и третью третью битву и делать но я не буду ее проводить сейчас потому что любой момент телефон может во время записи отключиться и вам не будет сегодня видео по освобождению мира меня по моему видео по этой игре называется спасение мира а я говорю освобождение мира есть все спасение мира то спасение и освобождение мира там вот здесь именно в игре разницы вообще не имеет потому что спасение мира я спасаю мир от этих монстров освобождение мира я освобождаю этот мир от этих монстров все разницы нету поэтому если даже по разуме горел и пишу то не не заморачивайтесь и не пишите в комментариях что почему у тебя там спасением мира ты гороша освобождение мир планом буду заканчивать это видео с вами был я леонид всем удачи пока